Министерством экономики и бюджетного планирования в реализацию поручения главы государства 28 ноября 2012 года и послания главы государства стратегии Казахстан-2050 в целях принятия конкретных мер по разграничению ответственности и полномочий между центром и регионами, усиления местных исполнительных органов, разработан проект закона Республики Казахстан о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между органами государственного управления. К министерствам выработаны подходы по разграничению полномочий между уровнями, которые предусматривают сохранение на центральном уровне стратегических функций, контрольных надзорных полномочий в сферах и отраслях государственного регулирования, отдельных реализационных полномочий в сферах, связанных с безопасностью жизни граждан и социальными гарантиями, предусмотренными Конституцией Республики Казахстан, такими как общественный порядок, безопасность, социальная помощь и другими, также полномочий по администрированию и регулированию. При этом децентрализацию государственных функций предлагается осуществить путем максимального приближения к потребителям реализационных функций государственных услуг, исключение дублирования функций между уровнями государственного управления. На сегодняшний день в сфере государственного управления существуют такие проблемы, как, во-первых, слабое функциональное укрепление нижних уровней государственного управления. Проведенная ранее реформа не охватила широко районные и сельские уровни государственного управления. Во-вторых, это концентрация полномочий и штатной численности на уровне области и аппаратов Акимов областей и районов, тогда как в соответствии с основными принципами разграничения функций между уровнями государственного управления Республики и Казахстан, услуги должны предоставляться на максимально приближенном к населению уровне государственного управления, а аппарат Акима должен быть незначительным и компактным для обеспечения деятельности Акима. В-третьих, это концентрация численности государственных служащих в территориальных органах, центральных государственных органах по сравнению с местными исполнительными органами. Сегодня это соотношение составляет 44 тысячи единиц к 36 815 единицам на местном уровне. В-четвертых, недостаточное финансирование районного и сельского аульного уровня. Целями принятия законопроекта являются, во-первых, разграничение полномочий между уровнями государственного управления и исключение дублирования в деятельности местных центральных государственных органов и их структурных подразделений, усиление местных исполнительных органов, максимальное приближение государственных услуг населения. Во-вторых, реализация указа президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года в части законодательного закрепления перераспределяемых функций реорганизованных государственных органов. Законопроектом предусматривается передача из центра на областной уровень следующих функций. Во-первых, функции территориальных подразделений Агентства по делам религии. Второе, функции по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности от Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения. Третье, функции по осуществлению государственной технической инспекции в области агропромышленного комплекса по проведению аттестации лаборатории по экспертизе качества семян с выдачей соответствующего свидетельства от территориальных органов Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства. Четвертое, функции по выдаче международных сертификатов технического осмотра, осуществлению лицензирования пассажирских перевозок в международном сообщении и нерегулярных внутриреспубликанских перевозок пассажиров от территориальных органов Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникации. Пятое. Функции в области инспекции по труду от территориальных органов Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения. А также передача функций по принятию решения о присвоении статуса уралмана, переселенца и назначении выплаты единовременных пособий, средств на приобретение жилья уралманам, включенным в квоту эмиграции уралманов. Кроме того, по согласованию с администрацией президента, законопроектом предусматривается передача функций упраздняемых территориальных органов Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки на областной уровень Также законопроектом предусматривается передать на центральном уровне От Министерства транспорта и коммуникации в Министерство внутренних дел отдельные функции на линиях при проверках на дорогах От Министерства индустрии и новых технологий в Министерство здравоохранения функции в области обеспечения безопасности игрушек Из областного уровня на районный и городской уровень передаются следующие функции. Первое – по координации деятельности спортивных организаций на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Второе – по утверждению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы. Из района в село передаются функции организации молодежной практики, организации помощи инвалида, организации совместно с уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и общественными объединениями инвалидов проведение оздоровительных и спортивных мероприятий среди инвалидов, организации совместно с общественными объединениями инвалидов культурно-массовых и просветительских мероприятий, координация оказания благотворительной и социальной помощи инвалидам, координация оказания социально уязвимым слоям населения благотворительной помощи, а также содействие кадровому обеспечению сельских организаций здравоохранения. В результате за акимами сельских округов отраслевыми законодательными актами будет закреплено 66 функций. После принятия законопроекта будут внесены изменения и дополнения в некоторые решения правительства Республики Казахстан.